Пожалуйста, ваш вопрос. Третий ряд. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Недавно в интернете была информация, что вы сыграли Рихарда Зорги. Если это так, можно немножко об этом? И второй вопрос. Я просто пишу на казахстанское издание, газета «Экспресс-К». Есть ли у вас какая-то связь с Казахстаном? Может, вы снимались в казахстанских фильмах или у вас друзья какие-то из этой страны? Немножки к казахстанские фильмы не приходят. Может, друзья или бывали там, ну что-то? Нет, мне, к сожалению, нет. Но опять возвращаясь к Японии, да, этот человек Рихард Зорги, да, был казнен. В Японии, наверное, опять-таки, единственная страна, которая позволила поставить памятник президенту иностранной разведки в этой стране. И по легенде, по легенде, ситуация была закрыта, Зорги вообще закрыта за семью печатями. И это не КГБ, это именно главное разведывательное управление, это ГРУ. Тогда это была такая совершенно новая служба. И Рихард Зорги сумел хорошо поработать в Китае для начала, кое-что там поправив. Ну и потом был заброшен в Японию, где, в принципе, и закончил свою жизнь. Потому что все говорят о гении Рихарда Зорги, что якобы американцы до сих пор преподают какие-то вещи, которые взяли у него по дневникам, по запискам, потому что ему в тюрьме разрешили писать. Разрешили писать. Он печатал, другое дело, что он печатал, в камере у него была возможность пользоваться печатной машинкой, но он не мог провести текст. Так вот описывая, что он печатал, ставил человек, который вынимал листок, откладывал, он это вставлял новый, он печатал, человек вынимал листок, он печатал, вынимал листок. Этим он занимался три года, поскольку он был арестован в 41-м году в октябре, а казнен в 44-м году. Очень большой вопрос, что он делал в этой тюрьме. Что он человек, которому официально предъявлено обвинение и назначена мера через повешение, и три с половиной года, три года он ждал. Он ждал утреннего стука в дверь, дневного стука в дверь, ночного стука в дверь. Я не знаю, какой силой воли надо обладать. В этих записках он писал о всех людях, которые были арестованы вместе с ним. Он давал такие отрицательные характеристики. И просто отрицательно смотрел, что Клаузен уже никакой не радист, он совершенный бизнесмен, он уже кроме денег ничего не видит. Зачем вы выпустите его? Это человек, не представляющий никакого интереса. Он спасал всех людей, которых он мог спасти. Он пытался в эти три года спасти людей, которые... Он создал огромную сеть, которую просчитать сейчас, даже сейчас не могут. Вот эту паутину, которую он сплел, и в ней путаются. Преподают, вот преподают якобы по созданию вот этой вот агентурной сети, которая была у него в Китае, которая у него была в Японии. В Японии, да. Дело не в его телеграмме, которую он там написал, что да, вот 22 июня, да. Он сказал, что главная заслуга, наверное, Зорге, что он на границах с Дальним Востоком стояло три очень хорошо вооруженные армии Советского Союза. Мы очень серьезно ожидали нападения на Дальний Восток, очень серьезно со стороны Японии. И когда он доказал, что он никогда... Опять-таки, то, что читалось, то, что запоминалось, никогда человек не отсылал факты. Он был аналитик, он сначала факт получал, он анализировал ситуацию, проверял ее через каких-то других людей, и только после этого отправлял ситуацию. И когда он написал, что не будет нападения Японии на Дальний Восток, у Японии нет топлива для сухопутных войск, удар будет нанесен с моря и по другим целям. А немцы уже практически, практически, практически... И вот когда те Дальневосточные армии, которые в течение двух недель были переброшены на Восточный фронт, вот это было, наверное, спасение для Советского Союза. Вот в этом и единственное... Нет, не единственное, что я говорю, не единственное, но основное, вот сейчас со стороны времени, я могу сказать, видимо, основная такая его заслуга. Да, да, пожалуйста.